Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 16 июня. Грядку с анзурм одну я уже освободила, а вторую хочу вам показать, потому что сейчас характерные цветы у него. Вот это мой луканзурм. Есть фиолетовый, есть белый. Молоденькие посадки, они не дают цветочка. То есть есть из мини-луковиц, маленьких луковиц, посаженных в прошлую осень. Есть, так скажем, листва, но она не дает цветка. Не знаю даже где он. Ну вот, например, вот он уже увядает весь. Вот эти вот, допустим. Потому что его уже можно убирать. Сейчас вот эти цветы отцветут, и у меня будет хороший посадочный материал для следующего года. Ту часть лука, которую я убрала, часть луковиц я тоже возьму, оставлю на посадочный материал. Те, которые вышли из маленьких луковок, стали большими, кругленькими, я их оставлю на посадку. Сажаем под зиму. Я оставлю ссылку, где я брала первичные луковицы. Но хочу вам сказать, что когда я взяла эти луковицы, посадила, в первый год увидела вот эти цветы, я поняла, что его в округе полным-полно. У многих он даже вот за забором где-то там, как многолетник, как цветы вот такие ранние растут. И вы даже не подозреваете, что это именно луканзур, один из разновидностей. У меня здесь есть, по-моему, гладиатор и белый, не помню, айсберг, что-то такое название. Я ссылочку оставлю на то видео, которое я делала давным-давно с покупкой этого семенного материала. Вот посадочная гряда под семенной материал и весь остальной анзур я уже, конечно же, скормила своей птичке. Очень хочу обратить ваше внимание на это, потому что это не только удобно, это для птицы очень полезно и совершенно экономически незатратно. Выгодно и классно, и птица у вас с зелеными витаминами в самые ранние весенние времена. Вот так. Для индишаток что мы делаем? Так как они у нас вынуждены сидеть в плену, все еще, потому как на улице 4 градуса сейчас. Луканзур я уже почти весь подрезала и подщипала. Отрезаю листья, растут новые вот таким образом. Лист жирный, отличный, хороший. И так как это в любом случае семейство луковые, это съедобный лук, даже человеку его есть можно. Растет он быстро, мощно, вот таким вот образом. Он уже в июле, все его не будет точно. Даже в июне, я думаю, цветы отцветают. Все, можно луковицу убирать. И много его прироста, то есть проблем с семенным материалом никакого нет. Сейчас я эти листья покажу вам. Трава сырая вся, и ее по большому счету тяжело. Аленка, ты крапиву рвешь, имею ввиду. У тебя ручки сейчас будут гореть. Трава сырая, и поэтому ее страшно с землей давать птице. Особенно индюкам. Делаю что? Мою в воде и режу. То есть листья, вот они анзурные, я их нарвала. Посмотрите, какая мясистая, мощная масса. То есть ее вот действительно и полезно, и легко давать птице. Так, левой рукой. Опа! Не роняем. И вот эти листья я прям в горячую воду сую. Вода такая горячая, что я руку не могу особо держать. Я думаю, что это градусов... Саша мне сказал 65. Ну, это то, что у нас из крана льется после нагревательного прибора. Так, и вот так. Вот. Не знаю, вы видите или нет, что от воды пар идет. Вот. Короче, помыли. И теперь режем. Режу ленточками и буду давать зелень моим малышам. Уже давно так даю, только решила вот что-то сейчас показать. Чтобы, ну, вот вам как лайфхак. Нету лука достаточно для индюшат, особенно зеленого, да, и для утят, для всех. Мы, значит, пользуемся анзуром очень хорошо. Успешно. Очень нравятся все птицы. И в то же время витамины. Вот у дуванчика я тоже нарвала, как природный антибиотик, как говорят. Вот. Буду давать. Сейчас вот нарежу и понесу. Вот такая вот красотища получилась. Сгребаем и идем к птице. Ундючки уже приучены все. Они сейчас, увидите, как сами набросятся. В общем, их заставлять есть это не надо. Травку они любят. Как только распробуют, даже самые маленькие. Ну, я имею в виду недели там в три можно начинать, я считаю. Но в две это рановато, мне кажется, все-таки. Вот. Но обязательно предохраняйте себя от попадания земли. Или каких-то вот гнилостных моментов, еще чего-то. Хотя бы поначалу. Все, пошли. Так, если наши ноги будут грязными, нам их могут оторвать. Так что предохраняем попадание грязи в курятник, в птичник всеми возможными методами. С ванночками дезинфицирующими мы еще, в принципе, не настолько решились использование вот этих дезинфицирующих ванн для обуви. Но вытирать ноги нужно обязательно. Пол, кстати, здесь моется ежедневно. Посмотрите. Я уж не говорю пылесоситься пять раз в день. Так, дорогуши. Я прямо, знаете как, не церемонюсь. Я им прямо в кормушку. Вот тут драка. Вот так прям сверху на комбикорм. Они выедают все мгновенно. Давай тебе сюда дам, зайка. Давай, вот так. Так. Так, вы, мои котятки, зайчатки. Так, пальцы мои не трогать. Хищные животные. Вас здесь поменьше. Вам чуть поменьше. Видите, заставлять не надо. Они знают, почему фунт изюма. Так. И сюда положим. Темновато, да? Вот так положу камеру. А, нет, прыгнуть. Сейчас все собьет. Как бы вам показать по себе. Вот так вот будем. Да? Так. Никто не прыгает. Все ждут. Отходите. Отходите. Все, покатили. Поехали. Вот, мои дорогушечки. И отвлекаются от всяких глупостей. И зелень кушают, да? Вот так. Можно еще настричь попозже вечерочкам. Ну, канцер, который я буду использовать для того, чтобы собрать с них луковицы, мини-луковицы и оставить это на семена, мы листья с него не обрываем. Цветочки оставляем, все оставляем. Ну, вот если у вас есть такой же кот, как у меня, вот видите, который листья обламывает, тут ходя, туда-сюда, бродя, можно что-нибудь коту оборвать, конечно, например, уши. Но это не помогает, поэтому все, оставляем как есть. А этот лук, который я вырезала, выстригала листья, вот, забирала. Остается вот от кочерыжка все, мне надо, говорит, освобождать. Не успела вырасти, но и слава богу. Я ее выкапываю и просто мою и режу. Вмешанку куром варю вместе с зерном, как лук обычный. Либо вот остатки зеленых перьев тоже дорезаю. И, в общем, сейчас я думаю, что я буду, наверное, освобождать эту грядку хотя бы, ну, частично. Вот крупные самые можно и оставить, потом их выкопать, если у вас там непринципиально это все. То есть, условно, там вы не свеклы все эти. Вот. И использовать полностью все, и включая луковицу. Нет никаких проблем. Это, считайте, у вас будет зерно вареное с луком, каша с луком, да? Вкуснятина, однако. Вот берите на вооружение, что такое возможно. Почему именно сейчас я выпускаю это видео для вас? Потому что именно сейчас, после отсветения вот этих цветов, мы и собираем с вами посадочный материал для следующего года. Если вы в следующем году планируете заводить птицу, вы можете повторить точно такие же действия. Я думаю, что вам тоже очень понравится. А вашей птице-то как понравится. Ну, все, всего доброго. Желаю вам, как всегда, здоровья и здоровья вашей птице. Мам. Да. Тут. Чего? Тяжелая я. Я сама буду таскаться. Мне нельзя тебя таскать, да? Угу. Ты сама таскаешься? Чудесно, мой сладкий. Потому что у тебя болит живот. Поднимать тяжести, да? Угу. Мне нельзя, конечно. Такие тяжести. Желаю, болит. А сколько ты весишь? Как комбикорм. Мешок комбикорма. Это как мешок комбикорма. Ты весишь 18,5 килограмм. Мы тебя взвешивали, да? Да. Это дедушка торт прислал. Вкусный? Ага. Объедение, да? Угу. Здорово. Угу. Может, мы перепричащимся, как ты считаешь, что у тебя один хвост на бок ушел? М? Не.